Привет, друзья! Этери Тутберидзе – выдающийся тренер по фигурному катанию, педагог с большой буквы. Каждый год она выводит на лед несколько спортсменов высочайшего класса. Тренерская школа Тутберидзе носит негласное название «Корпорации монстров», где куются, стальные характеры, ставятся немыслимые рекорды. Ее называют «женщиной-загадкой» и «гениальным тренером». Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запустите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живет Этери Тутберидзе и сколько стоят ее тренировки. Этери Георгиевна Тутберидзе родилась 24 февраля 1974 года в Москве и стала пятым ребенком в многодетной грузинской семье. У тренера есть брат и три сестры. Как рассказывала Этери в интервью, отец надеялся, что будет еще мальчик, но вовсе не огорчился появлению на свет четвертой дочери. Тутберидзе жили неподалеку от церкви Святой Матроны у Абельмановской заставы. Родители не были зажиточными людьми, но прикладывали максимум усилий, чтобы дети ни в чем не нуждались. Отец будущей фигуристки брался за любую работу, только бы обеспечить семью. Но младшей дочери все равно часто приходилось донашивать мальчиковую одежду за братом. С сестрами у нее была слишком большая разница в возрасте. Мать полагала, что девочкам необходимы знания иностранных языков и владение музыкальным инструментом на профессиональном уровне. Сестры Этери ходили в немецкую и английскую спецшколы, посещали уроки рисования, обучались музыкальной грамоте. И сама спортсменка тоже получила музыкальное образование, окончив школу имени Ипполитова Иванова по классу фортепиано. Изящных фигуристов, грациозно катающихся на льду, похожих на маленькие снежинки, младшая Тутберидзе впервые увидела в четыре с половиной года. Это зрелище открылось случайно, когда девочка вместе с мамой пошла на стадион юных пионеров, чтобы отвезти брата на футбол. Этери принялась горячо убеждать мать отвезти ее на каток. И хотя поначалу та была непреклонна, малышке удалось попасть в группу к тренеру Евгении Зеликовой. Изначально в группе, которую готовила Евгения Зеликова, тренировались 30 ребят. Но прошло время, из них остались только пятеро спортсмены, подававшие большие надежды. Одаренных учеников забрал под свое крыло Эдуард Георгиевич Плиннер, муж Зеликовой. Он оказался весьма немногословным и строгим тренером. Однако воспитанники очень уважали наставника. Этери рассказывала, что он мог несколькими словами объяснить сложный элемент так, как не могли другие десятками предложений. И подопечные таких тренеров не единожды терпели неудачу. Приходили в отчаяние из-за провальных попыток добиться желаемого. А Эдуард Георгиевич подходил, нашептывал, поворачивал плечо, выравнивал рукой спину. И даже самый сложный элемент становился очевидным и выполненным. Однако профессиональный спорт постоянно сопряжен с травмами. Поначалу речь шла о несерьезных повреждениях и отсутствии стабильности в прыжках. Однако вскоре Этери получила трещину в позвонке. В попытках вылечить дочь, мать Тутберидзе водила ее по всевозможным врачам, покупала многочисленные лекарства. Подростку постоянно кололи кальций. Этери встала на ноги, но у способа лечения оказался побочный эффект. Девочка выросла на 22 сантиметра за три месяца. Фигуристка пришла к осознанию того, что в одиночном катании не добиться успеха. Да и немалый рост в 170 сантиметров также стал этому преграды. Бросать спорт Этери не хотела и потому решила кататься в паре. Тренерами Тутберидзе были Лидия Кабанова, Елена Чайковская, Наталья Линчук, Геннадий Аккерман, Татьяна Тарасова. Девушка выступала вместе с Вячеславом Чичекиным, Алексеем Киляковым и другими партнерами. Однако взрослое катание спортсменки нельзя было назвать фееричным. От Елены Чайковской пришлось уйти, когда та решила закончить тренерскую карьеру, проводив из профессионального спорта главного ученика Владимира Котина. Наталья Линчук тренировала более чем десяток пар, и времени на детальную проработку элементов с каждым учеником просто не хватало. Татьяна Тарасова отдавала все внимание паре Марина Климова-Сергей Пановаренко, которой предстояло выступать на Олимпийских играх. За карьеру Этери завоевала только несколько медалей на этапах Кубка Советского Союза. Разочаровавшись в очередном наставнике, девушка поняла, что нужно что-то менять в жизни. И тут очень кстати подвернулось предложение отправиться на гастроли в Америку, которое фигуристка с радостью приняла. Поначалу жизнь в Штатах складывалась для Тутберидзе и остальных членов труппы российского балета на льду вовсе не безоблачной, как того хотелось бы. Когда спортсмены прибыли в Оклахому, выяснилось, что у некоторых ребят недействительные паспорта. В страну впустили только москвичей, а остальных проехавшим счастливчикам пришлось ждать в течение месяца. Денег катастрофически не хватало, а когда труппа наконец оказалась в сборе, выяснилось, что контракт расторгнут из-за невыполнения ряда условий. Некоторое время фигуристы жили в здании христианской волонтерской организации на этаже для бездомных. Дом пострадал в результате теракта, случившегося в апреле 1995 года, и артисты разъехались по семьям местных жителей. Работник пожарной службы, приютивший Этери с партнером Николаем Аптером, помог ребятам найти в США новую работу. Четыре года фигуристы неустанно выходили на лед, но потом поняли, что хотят заняться более спокойным делом. Так Николай и Этери начали тренерские карьеры в Сан-Антонио. Бизнес шел весьма неплохо, но девушка скучала по родине. Однажды Этери приняла окончательное решение о переезде в Москву. Со временем бывшей спортсменке удалось получить работу в Зеленограде, а позже в столице на катке Серебряной. Многие воспитанники Тутберидзе пришли к ней еще в юном возрасте и стали практически родными. И по сей день родители малышей, проявляющих интерес к фигурному катанию, стремятся узнать, где тренирует Этери, чтобы отправить своих детей именно к ней. Тренерская биография Тутберидзе оказалась гораздо успешнее и ярче, чем выступление фигуристки. Сейчас имя Этери Тутберидзе – это бренд. Даже фанатские страницы, созданные в Инстаграме и других соцсетях, зачастую посвящены не отдельным ученикам, а целым группам. В числе воспитанных заслуженным тренером России, двукратная чемпионка России, мира и Европы, дважды серебряный призер Олимпиад Евгения Медведева, призер чемпионата Европы Сергей Воронов, олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова. Под руководством Тутберидзе выросла первая исполнительница двух четвертных лутцев в программе Анна Щербакова. Александра Трусова первой в мире освоила каскад 4-3. Полина Цурская завоевала золото юношеской Олимпиады. Алексей Ерохов впервые с 2004 года победил на чемпионате мира среди юниоров. Юноши в группе Тутберидзе скорее исключение. Она отдает предпочтение девочкам, так как с ними проще установить взаимопонимание. Они исполнительные, а мальчики хотят чувствовать, что их любят, чтобы их жалели и демонстративно требуют внимания. Но слово «жалость» в арсенале тренера отсутствует. За жесткий подход к детям Этери частенько и попрекают. Психологов пугает, что в ребенке воспитывается стремление быть идеальным, при этом давлеет мнение со стороны. А став взрослым, такой человек не осознает собственной значимости как личности. Сам тренер не стесняется говорить о том, что ее подопечная – материал, из которого делают продукт. Другого способа, приносящего результат, пока не придумали. Да и общественность мыслит по принципу «победителей не судят». Первое пристальное внимание спортивной прессы Этери получила после оглушительного успеха своей воспитанницы Юлии Липницкой. На Играх 2014 девушка стала самой молодой фигуристкой-одиночницей, получившей титул олимпийской чемпионки. В этом же году она выиграла первенство Европы, став самой юной победительницей этого соревнования за всю историю фигурного катания. В конце 2015 года Липницкая покинула Тутберидзе и перешла к тренеру Алексею Урманову. После этого появились слухи, сопровождающие развал знаменитого тандема. Пресса говорила и о конфликте Юлии с тренером, и о проблемах со здоровьем девочки. Эксперты разобрали диету спортсменки, признав ее неправильной и провоцирующей как физические, так и психологические заболевания. Чуть позже мама Юлии сообщила об уходе дочери из спорта. Однако на смену одной звезде быстро пришли другие одаренные спортсмены. Евгения Медведева собрала россыпь наград на турнирах всех уровней и стала законодательницей ледовой моды. В Корее заблистал всеми гранями талант Алины Загитовой, чемпионки в личных соревнованиях. Фигуристка к тому же установила новый мировой рекорд по сумме заработанных баллов короткой программы. За год до триумфа девушка стала победительницей финала гран-при и чемпионкой мира среди юниоров. В 2018 году стало известно, что Евгения Медведева прекращает 11-летнее сотрудничество с Этери. Поблагодарив тренера, спортсменка заявила, что такое решение связано с желанием использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне. Новым наставником Жени стал канадец Брайан Орсер. По словам Тутберидзе, Медведева не осмелилась лично сообщить о своем решении. Об уходе своей лучшей фигуристки она узнала из новостей, на звонки и смс Евгения не отвечала. В беседе с Владимиром Познером в его авторской передаче на Первом канале Этери заявила, что, возможно, и бывает чересчур требовательно, но если снизить планку рискуешь вылететь из обоймы и прошлые заслуги никто не примет в расчет, а Юлия и Евгения после былых громких побед слегка расслабились. Семейная жизнь Этери покрыта тайной и немного приправлена сплетнями. У Тутберидзе есть дочь Диана, родившаяся в 2003 году. Тренер утверждает, что отцом девушки является ее муж, некий господин Дэвис, который не пожелал вместе с ней переезжать в Россию. В профессиональных кругах полагают, что отец девочки Тутберидзе Сергей Буянов, супруг Елены Водорезовой. Как бы то ни было, девочка пошла по стопам матери и успешно выступает среди юниоров. Этери рассказала, что дочь не совсем здорова. Диана Дэвис по вине врачей страдает тугоухостью, которая развелась на фоне приема антибиотиков и старается жить полноценной жизнью. Она посещает тренировки мамы, но на льду отношения исключительно профессиональные. Поклонники фигурного катания узнали из инстаграма Тутберидзе, что спортивные достижения учеников немного сгладили ее личную трагедию. Родители Этери не увидели триумфа дочери, отца не стало перед Олимпиадой в Сочи, в Хенчхан тренер поехала, понимая, что смертельно больна мама. Рассказывать об этом до турнира Тутберидзе не стало. Только в марте 2019 разместила в аккаунте фотографию родных людей и добавила, что перелистнула эту страницу жизни и идет к новым вершинам. К слову, страница наставника чемпионов выдержана в деловом стиле. Присутствуют изображения подопечных и коллег, видео с тренировок, на которых молодое поколение с легкостью исполняет четвертные прыжки. Выставлять на показ себя, например, в купальнике Этери не спешит. Воспитанники Этери Тутберидзе продолжают радовать тренера новыми высокими результатами. На европейском первенстве 2020 весь пьедестал чемпионата Европы заняли ученики Тутберидзе, бывшие и нынешние. Победа досталась Алене Косторной. Второе и третье места Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Эти и другие молодые звезды, а также признанные мэтры фигурного катания, стали участниками ледового шоу Этери Тутберидзе под названием «Чемпионы на льду». Также в 2020-м одним из основных событий сезона для Тутберидзе и ее воспитанников стал чемпионат России в Красноярске, где эта же троица и разыграла призовые места. А вот осенью в Гран-при 2020-2021 медалистов из воспитанников Тутберидзе не оказалось. Но уже в начале 2021 года в Кубке России и на Кубке Первого канала ее подопечные, как всегда, были на высоте. Кроме того, под крыло Этери Тутберидзе вернулась Евгения Медведева и Алена Косторная, которая ранее уходила от нее к Евгению Плющенко. Сколько же обойдутся родителям занятия их детей у прославленного тренера? Родителям фигуристов младше шести лет нужно рассчитывать на расходы около 50 тысяч рублей в месяц, рассказала тренер младшей группы Этери Тутберидзе Алена Высоцкая. Дальше цена может вырасти, но у талантливых детей есть шанс заниматься бесплатно. По словам тренера, чтобы попасть на занятия уровня, нацеленного на спорт высоких достижений нужно приобрести подходящий багаж навыков. «Если родителям хочется большего, чем групповые занятия два-три раза в неделю, они должны обеспечить ребенка ежедневным льдом», уточнила Высоцкая. В этом случае к групповым занятиям за 10-15 тысяч рублей добавляются еще три индивидуальные тренировки, которые стоят 2,5-3 тысячи рублей каждая. К тому же со второго года обучения общее количество тренировок может вырасти до двух в день. «При этом после семи лет спортивная школа может бесплатно предоставить необходимые условия талантливым фигуристам», добавила Высоцкая. «Если у ребенка правда талант, если он улавливает все, что необходимо на общей тренировке, если у него хорошее внимание и концентрация», уточнила тренер. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запустите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!